И только что мы получили кадры. Владимир Путин по поводу случившегося сделал ряд важных заявлений. Они прозвучали в Сочи на встрече российского президента с королем Иорданией Абдалой II. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину. Но пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты «Воздух-воздух» с турецкого самолета F-16. Он упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров, на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Это очевидная вещь. Большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ГИЛ-территорией. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коалиции. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счет идет там на десятки, сотни миллионов, может быть на миллиарды долларов за счет торговли нефтью. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Почему они умерщвляют людей самым изуверским способом. Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. Я не знаю, кто интересен, что случилось сегодня. А в своем случае не нам. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. И мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. И, конечно, мы рассчитываем на то, что международное сообщество все-таки найдет в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом. В этой связи, конечно, рассчитываем очень на активное участие всех стран региона в этой борьбе. Итак, это были заявления, которые прозвучали из уст Владимира Путина на его встрече с королем Иорданией Абдалла II по поводу сегодняшнего инцидента на сирийско-турецкой границе, где был сбит российский военный самолет.